Привет всем на обзоре новинка бренда Unitrend. Главное отличие от предыдущего поколения это замена селектора на кнопку. Это еще не все, добавили много функций. Про эту модель обзор публиковали полгода назад, ссылку оставлю вот здесь. В комплекте неплохого качества шупы на 10 ампер. Радует наличие изоляционных наконечников. Сертификат в соответствии с датой поверки январь 21 года. Руководство пользователя, к сожалению, только на китайском языке. Очень высокое качество изготовления, присущее бренду Unitrend. Отсек для элементов питания для долговечности имеет бронзовую вставку. Работает от двух элементов питания стандарта 3А 1,5 вольт. Первое включение прибора и предыдущая версия начинают измерение с напряжения, тогда как новинка стартует с режима сканирования, то есть автоматического подбора режимов измерения. Полезная функция для начинающих пользователей. Хочется отметить отличные углы обзора. Желтой кнопкой включаем режим работы NCV. Высокоточное срабатывание на одном и том же расстоянии, но чувствительность сенсора очень низкая. Тогда как на первом приборе эта функция работает просто замечательно. Это, пожалуй, самый лучший NCV, который когда-либо встречал. Еще раз нажатие. Прибор переключается в режим Live, режим искателя фазы. Быстро пробежимся по функции Scan. Прикладывая какую-либо нагрузку на шупы, прибор начинает думать, измерять сопротивление и, если достигает определенный порог, срабатывает прозвон. Измерение резистора. Если сопротивление высшей прозвонки, то прибор работает в режиме измерения сопротивления. Постоянное напряжение распознает мгновенно. Ну и переменку тоже. Режим Scan оставим для начинающих пользователей и, нажимая кнопку Mode, попадаем в режим измерения переменного напряжения. Кнопка Hold позволяет фиксировать показания измерения. Измеряя переменку видим значок высокого опасного напряжения. Оба прибора неплохо измеряют, но почему-то не нашел измерения частоты. Режим измерения постоянного напряжения. Быстрое измерения. Смотрим также на примере блока питания. Продолжение следует... На высоком напряжении новинка измеряет более точно. Режим измерения сопротивления на примере резистора 0,22 Ом. Видим достаточно точное и быстрое измерение, учитывая отличное нулевое сопротивление самых шупов. Резистор номиналом 47 Ом тоже достаточно быстрое измерение и точное. На этой модели тоже все отлично, а вот с малым сопротивлением есть проблемы с измерением. В режиме прозвонки здесь можно забыть про быстрый отклик, так как прибор работает в автоматическом подборе режимов. Достаточно громко и нет залипания. Световой индикатор не срабатывает на прозвонку. А в первом приборе эта функция гораздо лучше реализована, в том числе и скорость отклика. Хотя звучит потище. Еще одна функция тестирования диода, которой нет в другой модели. Видим отличные значения напряжения на шупах. Проверяем работу с диодом. Проседание дублируется звуком, но нет светоиндикации. Отлично, нормально зажигает. Есть проседание напряжения. Цветные светодиоды все также отлично зажигает. Еще одна полезная функция измерения емкости конденсатора, которого нет в предыдущей модели. Видим все достаточно быстро и точно. Быстрое измерение и на примере желтого конденсатора. Еще проверяем нанофарады. Все тоже очень быстро и очень точные показания. Еще и пикофарады. Ну и отлично. Что еще нужно? Далее смотрим на значок таймера. Это функция автоотключения прибора. При бездействии его можно отключить. Для этого удерживаем кнопку hold. Включаем прибор. Исчезает значок. И теперь прибор будет работать бесконечно до полного опустощения элементов питания. Очень грамотно организована цепочка измерения токов. При установке шуба прибор переходит в режим измерения тока. Измерение тока начинает в режиме миллиамперов. Еще прошу обратить внимание на этот светозвуковой индикатор. Таким образом прибор напоминает о том, что находится в режиме измерения тока. Начинаем измерение и видим одна цифра после запятой. То есть это уже микроамперы на дисплее. Миллиамперы измеряется до 1000 миллиампер. А после переключается на режим измерения целых чисел ампера. В котором можно измерять максимум до 10 ампер. Небольшой тест на каком напряжении прибор будет включаться. 2 вольта мало. 2,4 вольта снова не включается. Но световой индикатор показывает, что прибор живой. На 2,6 вольта прибор уже нормально работает. Но при этом показывает индикатор низкого заряда. Достаточно низкое потребление тока для такого типа дисплея. При нормальном напряжении 3 вольта потребление тока еще меньше. Еще один такой тест. Потребление тока в выключенном состоянии. Смотрим все нули. Хотя нет. Смотрим в режиме микроамперов. И тут видим достаточно неплохие токи потребления в 2 с лишним микроампера. Потребление тока первой модели здесь уже побольше. Даже почти в два раза больше ток потребления. Новинка нам нравится больше. Хотя и первая модель показывает отличные результаты прозвона и работу NCV. Но главное достоинство новинки это большое количество функций как на больших приборах. И самое главное отсутствие селектора переключателя. Без него новинка это как почти вечный прибор. И для тех кому интересно заглянуть вовнутрь. В новой модели видим предохранитель на 10 ампер. И если внимательно приглядеться то это абсолютно разные платы и разные мультиметры. Спасибо всем за просмотр. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...